всем привет на канале гуляй по миру наше путешествие если вы еще не подписаны на наш канал подписывайтесь вас ждут интересные выпуски про кипр а также про другие страны всем привет вы на канале гуляй по миру наше путешествие сейчас вы узнаете интересные факты о жизни на кипре сколько стоят продукты а пальмом масле и много интересных фактов погнали смотреть есть определенный слой населения которые пользуются госпомощью в медицинском смысле например пенсионеры при предъявлении соответствующего удостоверения одно наименование лекарственного средства для пенсионеров 50 центов всего стоит а так вообще лекарства дорогие например ну вот самые простые капли в нос стоит 6 7 евро ну и вообще порядок цен чтобы понимали хлеб 2 евро молоко полтора евро килограмм говядины 17 евро ну и так далее и тому подобное то есть что то напоследок еще такая информация средней продолжительной жизни 80 лет но это мы с вами обсуждали чем в начале дня поэтому здесь подробности вдаваться не буду гмо запрещено законом до промышленность тяжелая отсутствует напомню вот тут уже можно по кругу начать ходить а пальмовое масло тут используют продукты меня напугают как в россии вот везде я этот вопрос с самого утра держу для себе зачем пальмовое это масло ну как зачем вся россия использует а здесь нет почему удачи россии тут они в колонок добрых в сырах где еще не там ну хорошо если вы в этом так уверены я же не буду спорить может быть не знаю может чего-то пускай так будет поскольку этот раз тут пальма завозная на декоративных целях здесь используется финики с нее собирают это точно станет может быть это масло используется косметики вот но допустим что касается сыров вот тут я не уверен потому что видны продукты порошок и спирт и наверняка и пальмовое масло и прочее вся москва жрет у меня дочка в Москве к сожалению вот а здесь профессия пастуха жива здесь ход пасется молочко сыр которое здесь вы пьете кушаете там в москве как вы сказали назвали бы органическим и за другие деньги вы продавали а теперь вот попробуй накормить чем-нибудь другим заплюют но не только с москвой можно сравнивать из личного опыта недавно экскурсию делал я экскурсию для жителя гонконга английском тоже был бывшая британская колония это на английском хорошо щебечек общий язык мы нашли так вот он мне сказал та же история вот что спариваем маслом примерно чтобы у нас ресторан открыть и он пользовался бы популярностью нужно начинать с личной фермы потому что заменяют и подделывают все вплоть до куриного яйца вот поэтому тут знаете вариант на этом выпуск заканчивается если вы еще не подписаны наш канал то подписывайтесь вас ждут интересные выпуски о таиланде кипре а также видео и других стран пишите комментарии интересно ваше мнение по поводу всего этого всем пока пока